Частный сектор столицы на особым контроле. По статистике, именно здесь происходит наибольшее количество пожаров. Чаще всего людей подводит элементарная беспечность, неосторожное обращение с огнем, использование в быту самодельных приборов, неисправная электропроводка. Нередко эти нарушения оборачиваются трагедией. Как спасатели и чиновники борются за безопасность частных домов, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Ухоженные цветники, тротуар и фигуры гномов и сказок. Хозяйка этого дома удивляет гостей не только идеальным порядком. На всякий пожарный во дворе есть и бочка с водой, и огнетушитель. На соседней улице картина противоположная. Строительный мусор, доски и кирпичи выбросили прямо на дорогу. Развернуться здесь огнеборцам было бы сложно. Владельцу дома выписывают предписание, но оно может обернуться и штрафами. Если он вторично это не сделает, то это предписание будет уже в виде административного права нарушения по статье номера 10 несоблюдения мер благоустройства прилегающей территории и штраф от полутора до двух тысяч рублей. Строительный мусор с дороги не успел убрать и хозяин этого дома. Очистить территорию мужчина пообещал в ближайшие дни. Пока же его только предупреждают о возможном наказании. Других нареканий у проверяющих не нашлось. Вода есть, все наполнено. И колодец здесь рядом стоит, и здесь колодец у нас. Мусор уберем в ближайшее время. Складирование мусора на дорогах частного сектора запрещается. В правилах пожарной безопасности это прописано черным по белому. Во дворах должны быть установлены емкости с водой, особенно там, где нет колодцев. Даже такие мелочи могут уберечь людей от серьезных ЧП. Как хозяева домов заботятся о своей безопасности, чиновники, полицейские и спасатели проверяют постоянно. У нас сегодня зафиксировано 39 случаев пожаров. В прошлом, в аналогичном периоде, было зафиксировано 41 случай. Из них погибших у нас 3 в этом году и 5 в прошлом году. То есть, в целом-то, обстановка положительная. Идет снижение показателей. Но все равно цифры говорят за себя. И поэтому мы проводим еженедельные рейды по частному сектору. Выездные мероприятия проводятся в северо-западном районе. Это по частному сектору, а также в юго-западном районе по частному сектору. Понимание среди жителей есть. Но, конечно, есть и негативные моменты, где жители не идут на контакт. Рейды продолжатся. Пожароопасный сезон в самом разгаре. Проверяющие планируют приехать и туда, где дома горят чаще всего. Предупрежден, значит, вооружен. Во время подобных рейдов специалисты администрации, инспектора наказывать людей стараются реже, а чаще информировать о правилах пожарной безопасности. Профилактика приносит свои плоды. В Чандрово серьезных ЧП не происходило давно. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.